Друзья, это еще одна умная остановка на площади 905 года. Это интерактивный экран. И пробуем его запустить. Но плохие новости. Интерактивный экран не работает. Ни новости не почитать, ни посмотреть, когда приедет мой автобус. Может, перед камерой помахать надо? Нет, и тут не работает. Может, кнопка где-то есть? И кнопки нет. Вот еще одна умная остановка на улице 8 Марта. Самый центр Екатеринбурга. Собственно, здесь есть информационное табло. Трубка, видимо, для связи с оператором. Работает реклама. И проверим, заряжается или работают ли гнезда для зарядки. Вот, зарядка идет. Следующая. Работает. Входим. Здесь, по-моему, не работает. Вот это. Вот, зарядка пошла. Все, отлично. Да, вот информационное табло, интерактивное. Здесь можно управлять картой. Видимо, можно посмотреть маршрут. По крайней мере, интерактивное табло все полностью работает. Ну и реклама, разумеется, какие-то новости тоже функционируют. Остановка на 8 Марта. Да, она работает. Ее только отмыть и привести в порядок. А так, практически все функционирует как надо. Остановка Буревестник. Информационное табло. Можно спокойно посмотреть, через сколько прибудет твой автобус. Работает интерактивное табло. Но, правда, оно все в грязи. Но при этом, карту управлять можно. Звук даже есть. Потом, трубка телефона. И все в грязи. Смотрим, может ли работать зарядка. Так, что же мы надеемся. Вот той стороной. Так, смотрим. Первое гнездо, зарядка идет. Второе гнездо, зарядка идет. Третье. Тоже можно зарядить спокойно свой смартфон или любое другое устройство. И вот последнее гнездо. А, нет, работает. Или мне кажется? Нет. Третье гнездо, четвертое гнездо не работает. Вот так остановка выглядит с внешней стороны. Для того, чтобы зайти внутрь, нам нужно в первую очередь встать на отмеченное желтым место. Для того, чтобы нам проверили через специальные тепловизоры температуру тела. Для таких тепловизоров два. И, кстати, мы их видели на выставке умных приборов, если вы помните. Тут поставлены бесконтактные стерилизаторы, беспроводные зарядные устройства, конечно же Wi-Fi, кондиционеры, очиститель воздуха, камера видеонаблюдения, аварийные кнопочки. И, что интересно, кстати, тут на крыше остановки установлены солнечные батареи для резервного питания. Также отдельное место для инвалидных кресла и сиденья с подогревом на минуточку. Наверное, будет удобно в зимний период. Ну и кто-то тут свою сумочку оставил. Тут также предусмотрены цифровые экраны, на которых показано не только расписание автобусов и погоды, а также более широкий обзор подходящих автобусов в режиме реального времени, чтобы вот так вот не нужно было постоянно выглядывать и проверять, когда твой автобус приедет. Продолжение следует...